Салаир Эти территории долгие годы подвергались промышленным разработкам. Массовые заготовки леса, золотодобыча. Эти факты отразились большими ранами на территории парка. Поэтому сейчас основная задача природоохранников – защитить национальный парк от пагубного влияния людей. Помочь природе, что называется, отдышаться. Но это не значит, что присутствие человека здесь совсем запретят. Территорию парка разграничили на заповедную и рекреационную. И только инспекторам разрешено пересекать эти границы. Сегодня они строят на территории парка избы, чтобы инспектировать и исследовать Салаир в любую погоду. Благодаря научному отделу они нам показывают, рассказывают на практике. Где-то я уже некоторые растения сам могу устанавливать. Но не все пока знаем. Потому что иногда посмотришь на картинку, а на его мимо можешь пройти. И надо знать периоды, когда они цветут. Вот это все нужно тоже учитывать. Именно пейзажами Салаир способен заворожить любого туриста. Здесь сохранились уникальные растения до ледникового периода. К примеру, этим краснокнижным цветам дано всего две недели, чтобы показать миру свою красоту. Затем их сменят травянистые заросли высотой в человеческий рост. Таковы законы черневой Тагили, как называют ее ученые дождевого тропического леса Сибири. Мы называем Салаир соловьиным кряжем, потому что у нас здесь обитает пять видов соловьев. И нигде такого разнообразия, в общем-то, больше даже в нашей стране нет. У нас здесь есть такие уникальные синие соловьи, соловьи с вистун. То есть они обитают только фактически здесь у нас. И вот в таком уникальном месте на границе Алтая и Кузбасса сейчас прокладывают пешеходные тропы, лыжные и водные маршруты. Особое внимание должна обратить на себя река Чумыш. Ее русло подчиняется рельефу Салаирского кряжа. Река Чумыш – это уникальная река вообще для России. То есть это единственная река, которая у нас хребет с двух сторон оббегает. Нигде такого нет. То есть она берет сначала на севере, бежит у нас на юг, потом на запад поворачивает, а потом снова на север. То есть такого нигде нет. А плюс режим у реки вроде как равнинный, вода теплая, но бежит река в горах. В то же время есть шеверы, в то же время по ней можно сплавляться. К тому же во время сплавов туристы смогут наблюдать за животными прямо с воды. Дело в том, что дикие обитатели леса не считают движение на реке угрозой. Но для того, чтобы такой маршрут заработал на практике, нужно, чтобы им заинтересовались региональные туроператоры. Сотрудники нацпарка сейчас формируют для них готовые материалы и программы, в которых отмечают привлекательные локации для фотографов и путешественников. У нас 1 октября вступает в силу новый закон об экотуризме. Будут, конечно, поправки в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. И, скорее всего, появится возможность у инвесторов легально на территории национального парка в рекреационных зонах создавать объекты какие-то, инфраструктуры. То есть это места размещения, кемпинги, какие-то визит-центры. Мы хотим создать такие условия, чтобы к нам инвесторы пошли, чтобы им было это интересно. Стоит отметить, что территория парка не перейдет в частные руки. Инвесторам в определенных зонах лишь разрешат использовать участки, чтобы создать условия для регулируемого туризма. И здесь между экономическим развитием заповедной территории и сбережением дикой природы важен баланс. Анна Рашигирова, Алексей Фризин. День с толком.